А что делать все-таки со страхом, что не хватит? Что делать, если сама тема так напрягает, что сложно совершенно? Не хватит. Почему? Ну, страх, что не хватит. Просто когда один раз начинает говорить, большинство умное рассказывает, и у девочек это страшно. Вообще, с этой нашей историей страшно взаимодействовать с напряжением. И начинается вот это вот, ну ладно, ну сколько дадите вот это вот все, и какое там себе ценное значение? Человек так боится, что теряется. И тогда уже начинает возникает желание, ну пускай мужчина это решит, вот это вот, Владимир. Нет, тут же точно все просто. Это вот потребности семьи гармонично состоят из взаимоперетекающих потребностей и мужчины, и женщины. Вот. И поэтому, если женщина не удовлетворена в плане удовлетворения своих, я не говорю амбиций, но каких-то базовых вещей и базового финансового уровня, к которому она привлекла. То есть, если она выросла, более-менее скажем, ну это принцип сословности, более-менее богатая семья выросла, где папа мол в семье, и то, и то, и то, да. Вот она влюбляется в человека, ну в трубану вот скажем, она принцесса, в трубану в этом влюбилась, да. Ну и так, как бы, и она, ну, вот на бореющем полете влюбленности вроде все хорошо будет, но это в нашем социальном программировании записано, и это тоже нельзя сбрасывать за счету. Но одно дело, конечно, если женщина выражает свое фейл, свое неуважение в ночное пределие, но с другой стороны, дорогой, я бы любил тебя, я знала, что так или иначе, ну, по финансам, ну, как бы, я уже не принцесса, трубодурочка, вот, бедная моя трубодурочка, посмотри, как искудала фигурочка, да, чего-то не могу себе позволить и так далее, я бы очень хотел, ну, вот нам надо подняться на финанс, чтобы было больше, потому что этот, этот фон недовольства будет тебя разъедать, что я могу сделать для этого, ну, условно говоря, чего-то, фирм, для этого я открою, или что-то по работе, или, может быть, улучшен, или туда, где к тебе люди приходят часы ремонтировать, как-то рекламу интернет от этого, что лучше ремонт часов, например, у тебя это тренинги по какой-нибудь там, или массажам получишь, ну, давай как-то запустим волну, чтобы как-то люди больше сюда обращались. Ну, что, в чём я могу? То есть, ну, хочет бухгалтерию всего себе возьму, то есть, в чём я могу? И вот, когда она приходит, в чём я могу? И она готова по максимуму свои таланты и способности связи подключить и своё знание интернета подключить, тут уже, конечно, вот это называется конструктивное предложение ответственности на мужчину. Ты или мне, или уж не начинаешь сама засыпать, а показываешь свою полную подочинённость. Ты под чином будешь, ты готова на самые разные, кроме цены, кроме того, чтобы я в Китае на проституцию, да, продали, а ты всё готова. Вот. Вот здесь уже, когда есть такая жена, о которой любого начинания готова поддержать, вот тут у него может и встать, а может и не встать. Мы не знаем. Мы сейчас рассуждаем о том, как женщины могут вариативно делать не манипулятивные действия, шаги и простудки, которые могут актуализировать мне вот это мужское всё это что-то. Ну, если мне встает, то я в зоне милиции, и моя вестность её однажды покинуть, если я начинаю там погибать, а если у него пробуждается потенциал, собирается творить, может быть, и в совместности, здесь я не нашла в материнской роли, которую придут и удобно. Да, да, да. А если я вот спокойно нашла, что давай как-то, может быть я. В этом случае это не манипуляция, это пример. Конечно, конечно. То есть, смотрите, тоже интересная такая вещь. Вот, например, ну, реальный случай, то есть, мужчина, бизнес, ну, как бы падает и начинаются долги. И он не умеет увести качественно, и это всё было не просчитано, это кто-то так вот накрутил и всё. Женщина, зная об этой ситуации, и он с ней делится, да, что вот сейчас вот, вот, рассказывает. Женщина снимает с какого-то счёта, который папа оставил, как бы, когда у вас появятся дети. Снимает всю сумму, приносит ему и говорит на это вложение. Ну, смотри, какой здесь важный момент проскочить. Ну и, конечно, эти деньги провокируются. Почему? Потому что он не просчитал, не попросил. Вот здесь это новостно. Если он ведёт с ним в договор, эти деньги принадлежат здесь и выданы, и у них целевое значение, и говорит, я так или иначе нет. Фактически это как бы вклад к их детям, да? Если я спонсор, я ещё женщина, я спонсор твоего, но как мужчина твоего, я здесь вправе попросить предоставить какому-то посоветоваться, может быть, подумать, посчитать, и инвестировать осознанно в это. После того, как просьба прозвучала. Иначе я рискую. Потому что человек может быть хорошим мужчиной, а денег обращаться на него. Если не просит, да, ты ошиблась в второй момент, ты просто всунула ему по любви, но если ты инвестор, то правил потребовать, спросить, какого-то вам, и может быть даже привлечь стороннего финансового специалиста, чтобы сказать, ну, насколько это, как бы, ну, насколько это, ну, насколько это, ну, практически правоприятное образование будет вклад в таких ситуациях. То есть женщина, я очень уважаю мужа, модульная женщина. Женственных, прекрасных, все. Но когда дело касается практических вопросов, женщина отключает в себя главного бухгалтера, что является, ну, не грамотно не про русских говорить, бухгалтерша, да, так говорят, но это не грамотно. Главного бухгалтера, и она ведет переговоры с директором о разумности тех или иных инвестиций и о том, как у нас текло дело. На территории финансов мы должны руководствоваться не чувствами, а трезвыми расчетом. То есть мы выходим из этих ролей бухгалтеров и страстных путей, как так вот, берем любую куколку и из этой куколки уже взаимодействуем? Да. Прекрасно. Бесконечно можно об этом говорить. Вообще, ну, типа интересное, и ты знаешь, я прямо как будто сейчас по замку, по какому-то мус-фильму или ленд-фильму путешествую, в разном павильоне снимаются разные сцены, семейные, да, и в каждом, в каждом, в каждой картине тема денег включает и инвестирует из дома. Особенно путешествие с тобой спутницей, как ты, по этим бесконечным павильонам финансовых ситуаций, ну, и смотреть, наблюдать, разрешать и так далее. Ну, в качестве финансовой грамотности хорошая тема есть. Игра по книге Роберта Киосаки, как она называется? Денежный поток. Вот, я хочу сказать, что финансовой грамотности как минимум для семьи стоит учиться. То есть это, это, блин, это вещь, которую вы должны в школе учить. Как будто бы то ли нашей стране, то ли система образования невыгодна обучать себя в школе, потому что лохом легче, ему не помогать. Вот. Но, так или иначе, хорошая тема в качестве предложения. Вот, если смотрят нас пары или мужчины, просто в качестве такого семейного или в любом различении, сходите первый, второй, третий раз на игру финансовой грамотности. Она интеллектуальная игра, которая обучает стратегию мышлению, инвестированию, то есть финансовой успешности. Да вот, на эту тему стоит обучаться, читать, может быть. Я надеюсь, что когда-то будут семинары, мы непременно должны вести пары, на которых вот это все планирование, инвестирование, обсуждение всех этих вещах в парах. И самое главное, что эта пара пришла в кризис в вопросах денег и финансов, и пришла в какую-то успешность протяги и выводы. Это точно не у нас, Алиса. У нас другая пенсия. Да. Поэтому я очень желаю, чтобы действительно этим вещам обучаться, уметь о деньгах грамотно разговаривать, научиться отсоединять чувства от денег и о деньгах говорить как о предметах. А чувства по поводу денег они должны в специальной шкатулочке полежать. И так, подытожь. И ты тоже напомнил, другие, от чего ты делаешь. Первое, о чем мы говорили. Подделить чувства. Да. Нужно научиться говорить о деньгах, не путать деньги с чувствами. То есть, избавиться от грехоскебролюбия. Деньги – это про рациональное, это про предмет. Чувства – это про другое. Чувства – это чувства. Деньги – это деньги. Отсоединяем. Здесь мы можем более адекватно говорить. Второе, о чем мы говорим. Честно говорить о наших финансовых ожиданиях, по плану предпочтения. И быть прямыми. И быть прямыми до того, как захлопнется дверь брачного черта. Потому что, если перед этим, просто обольсившись, ну раз, такая любовь, как-то уж сложится все, уйдут чары, и уйдет интенсивность вот этой штуки. Больше уже, там, у кого-то два, у кого-то полтора. Вот это вот. И вдруг ты понимаешь, что, ну, человек, который находится рядом, какой ты его любишь, базовые потребности с ним остаются не закрыты. Поэтому, женский вопрос, дорогой, никакой. Твой финансовый канал. Типа, ты, значит, на корабле уже плывешь. Ну, тезис капитана. Тезис капитана. Третий момент, честно, задать вопрос, ну, как бы, искренне так. Чем вот сейчас, если у нас какой-то кризис, или, может быть, крупная, необходимая отборка, назревает, а у нас нету. Детки, например, или иногда болезни какие-то случаются, иногда какие-то внезапности. Ну, если у нас задела какого-то нету, да, каков-то план, как ему поучаствовать. Четвертый, финансовый, то есть, ну, то есть, мы говорили о 50-50 правилах, ну, ну, такое, знаешь, но женщина не должна спасать мужчину. Она может оправить, она может честно делиться, она может предложить себя, но не спасает ни в коем случае можно своими дополнительными какими-то вещами. Пока не попросят. Пока не попросят. Но если попросят, так взвешиваются. Если попросят, то я готова вот этот вот вклад или какую-то квартиру, там, трешечку, и пронать, и все. Мне очень нужно, поскольку я инвеста в этом случае, понимать твой план, и есть, ну, тебе недостаточно собой, ну, как бы, практичности, чтобы вводить, да, уровень риска этого вложения, чтобы вводиться, можно уточнить еще с кем-то. Вот, вот такая вот вещь. То есть, и ты как бы соглашаешься. Поэтому просто рассуждать, просто говорить, быть разумными. И, ну, как-то это очень важный настрой в жизни, я надеюсь, у всех наших слушателей и зрителей, с нашей и с Божьей помощью. Все на это порядке, видишь, я сгущаю краской специально, потому пусть мы лучше, знаете, есть такие люди, позитивное мышление, но эти только хорошие. Их надо прям поганой меткой гнать из нашей студии, если здесь есть такие. Мы лучше здесь пустим краски и сделаем кризис у народа. Да, предупредим. Чем это в жизни проявится, как бы, и люди не будут, как бы, предупреждены. И это будет. То есть проливать свет осознанности в те области, которые восстанавливаются. Спасибо. Спасибо. Я не перестаю восхищаться. Это очень ценно, это очень важно для наших слушателей. Это было для меня. Я не очень узнала, сегодня была. Дорогие девочки, мы поговорим еще и молодые люди, которые могут быть смотрят нас. Мы вернемся к теме изобилия и процветания. На этом курсе мы будем углублять эту тему. Мы будем изучать официальные крии и скандарьи йоги, которые мощно помогают решить этот вопрос. И спасибо большое за внимание. Вы хорошо поработали. Если вы посмотрели это с начала до конца, мы уже хорошо поработали, и в вашей жизни уже начнутся какие-то перемены только благодаря этому. Спасибо. Всего доброго. Спасибо. 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 Спасибо.